Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал, Instagram и страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Состоялось открытие второго сезона актёрской школы на Доме-2. В этот раз победители смогут принять участие в съемках сериала «Остров». Как зрители, так и участников в этом сезоне ожидает много нового и интересного. Поменялась программа, частично поменялся преподавательский состав. Первые сценки были в стиле фильмов ужасов. Преподаватели, которые уже знакомы нам, это Ильинская, Секирин, Бичан, а также новые учителя, оценили старания ребят. Участники проекта не могут понять, почему Андрей Чуев и Марина Африкантова практически все время находятся на стройке. Ведь у них совсем скоро, 22 октября, будет свадьба. А Андрей с Мариной даже не начали подготовку к организации торжества. Коллектив обсудил эту тему и сошелся во мнении, что такими темпами мероприятие по случаю бракосочетания пройдет прямо на стройке. Настя Волынец помирилась с Богданом Бобриком. Девушка рассказывает, «Мы помирились и находимся на выходном, но моя мама категорически против, чтобы мы были вместе. Она увидела видео наших скандалов и похождений Богдана. Я не знаю, что делать. У меня только один вариант. Богдан должен уйти из проекта, крепко встать на ноги и найти работу, а потом забрать меня и моего ребенка». На Поляне обсуждают, что Глеб Жемчугов никогда не берет свою жену, когда выезжает отдыхать за периметр. Глеб считает, что он и так 24 часа в сутки находится с супругой, а ему необходимо иногда побыть одному, отвлечься от семьи, от забот и, наконец, поработать. Теперь расскажем о событиях на Сейшелах. На острове некоторые пары ходят на романтические свидания. Лиза Кордобовская несколько дней подряд проводила с Сашей Задойновым. Они гуляли по острову, общались, но потом девушка разочаровалась в Саше и поняла, что это не ее мужчина. «Вот нравится мне Сашка, но он не готов определяться», – пишет Лиза. Ваня Барзиков вместе с Алисой из Ташкента объявили себя парой. Ваня устроил для девушки романтик. Ведущая Ольга Бузова отправилась в Рим, чтобы поддержать своего мужа Диму Тарасова перед сложной операцией. «Судьба нам готовит только те испытания, которые мы можем пережить», – пишет Оля. «Мой муж – боец, самое страшное позади. Восстановишься и будешь еще сильнее. Я рядом и верю в тебя». В сети появились кадры с камеры мобильного телефона, на которых Влад Кадони резвится в статуе Абрамсона, он ее тискает и зажимает. Это всего лишь невинный флирт, но такое поведение может не понравиться его подруге. У Вики Романец вышел новый клип, ради съемок которого Вика летала в Сочи. Поклонники смогли увидеть, как же на самом деле выглядит Романец. В ролике есть несколько кадров, где она сидит на яхте в красивом купальнике, но там и намека нет на точеную талию, которой она так любит хвалиться на своей странице. Более того, попал в кадр даже такой момент, где отчетливо видно, что у Вики свисает небольшой животик. Сама девушка никак не реагирует на разоблачение, ее подписчики призывают Вику принять себя такой, какая она есть, чтобы не попадать в такие глупые ситуации. Егор Халявин и Либерш Кападону опровергли слухи о том, что у них Роман. Бывшие участники – всего лишь хорошие друзья. Подписчики решили, что у них любовные отношения после того, как Либерш опубликовала фотографию с совместного отдыха. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube, Instagram и страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ.